Человек, не знающий Бога, ни при каких условиях, с точки зрения Библии, умным быть не может. Мудрым. Даже просто умным. Если человек не верит в Бога, он сумасшедший, с точки зрения Священного Писания. Так и сказано. Сказал безумный в сердце своем, нет Бога. Когда однажды Дидро приехал, может быть, известный случай, приехал в Санкт-Петербург, он подошел к митрополиту Платону, Левшиной, и говорит, «Вы знаете, я в Бога не верю». Он говорит, «Вы знаете, я про это давно знал». А говорит, «Вы знаете, на тысячу лет Рождества Христова царь Давид сказал безумный в сердце своем, нет Бога». Вот тогда сумасшедший в сердце своем сказал, а вы это в ротом проговори. Вот, соответственно, кто и сумасшедший в времена царя Давида, Дареша подозревает Платону, были поумнее. Потому что они это хотя бы внешне не высказывали. Поэтому, с точки зрения Священного Писания, конечно, без Божия есть признак именно полной немудрости. И как раз-то признаком этой полной немудрости является разрушение всех безбожных царств, безбожных обществ, безбожных государств. Посмотрите, все страны, которые построены на отрицании Бога, они ни к чему хорошему не приводили. Так ведь? Посмотрите, сколько простоял Советский Союз, да? И сравните с тем, сколько простояла Российская империя. Некоторая разница есть, согласитесь, по времени, так? Тысячи лет, да, и 70 лет. Нацистская Германия без Бога простояла 12 лет. И я думаю, когда сейчас западные страны отрекутся от Бога гончательно, они тоже долго не продержатся. Это неизбежно, потому что истинная мудрость заключается в знании Бога. Ее корень в том, что знает человек Бог. Вот, но главное, чтобы это не проявления этой мудрости земные, такие как крепость государства, как мудрость законов, такие как благосостояние людей, вот, чтобы эти внешние проявления, они не наслоняли свой вот этого корня. То, что очень часто случается, человек, имеющий истинную мудрость от Бога, он говорит, о, как здорово, да, как полезно верить в Бога, какую оно пользу приносит, так? Тут-то, 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 тут-то. Значит, христианство, мы можем не признавать самого главного, да, христианство, вера в Бога, да, мы будем практически использовать, некоторые так люди и говорят. Вот, но такие люди, они не забывают, что без реального богообщения все это не устоит. Когда люди ставят вместо Бога, например, на первое место государства, обычно государство имеет тенденцию разваливаться. Потому что, когда Бога заслоняет чем-то, Бог оказывается ревнивым, который никогда, ни при каких условиях, не войдет на то, чтобы человек его заслонял чем-то другим. Понимаете? Это очень важно, что человек не должен заслонять дарами Божьими самого Создателя. Это одна из главных серьезных ошибок, которые подстегает человек.